Всё можно изменить. Но для этого нужно сделать всего лишь один шаг, но всем, переступить сатану, переступить свою гордыню. Ведь гордыня многих настолько возвысилась, что они даже пророков не уважают. Ведь это правда. Сейчас очень важно не бояться говорить правду. Всенародно, как просил, в принципе, и обращался к людям Христос. Он говорил, что да, может быть, будет не сразу легко, будут и гонения, может, какие-то и преследования, но всё это направлено на тело человеческое. Главное, чтобы на Душу вашу это не было направлено. Что действительно бояться нужно того, что соблазняет человека от того, чтобы отмалчиваться и эту правду не говорить. Что сейчас время, когда правда должна звучать громко. Скажем проще. Сейчас, друзья, время правды. Хотим мы этого или не хотим, но мы должны делать осознанный выбор. А для того, чтобы сделать осознанный выбор, нужно правде взглянуть в лицо. Почему мы и коснулись ваших религий, друзьям? Почему говорю «ваших»? Ну, потому что вы в них верите. Я не верю в религии, честно говоря. Но я верю и знаю. Не просто верю, а знаю, ещё раз подчеркну, и за Иисуса Христа, и за пророка Мухаммеда. И, естественно, я люблю Бога. У меня нет сомнений в них, ни капли. Но у меня много вопросов к религиям. Потому что сделали эти религии мы с вами, друзья. Мы их создали из своей алчности, жадности, глупости, гордыни. И мы же руками этих религий, а вернее, своими руками и убивали друг друга, и грабили. И по сей день, по сей день мы грабим друг друга. И каково нашему Иисусу Христу на флаге лицезреть на то, как мы убиваем брата своего? Скажите, пожалуйста, разве не наносим мы ему урон, печаль и страдания своими действиями? Разве мы не опечаливаем самого пророка Мухаммеда, когда мусульманин поднимает руку на брата своего, когда сквернословим, даже в уме, когда возносим себя или ставим в ровень самим пророкам обычного человека, лукавого человека, которым управляет шайтан, скажите, каково пророку, отдавшему за вас жизнь, посвятившему каждое мгновение в своей жизни на то, чтобы научить вас, как спастись? Каково им? Ведь не для того они здесь были. Они простили нам то, что мы их били камнями, распинали, обливали грязью. Да, это они нам простили. Но простят ли они нам то, что предав их, мы служим сатане? Стоит задуматься.